Доброе утро, друзья! Вы смотрите канал Заквайс. В то время, пока вы спали и ждали наступления выходных, в вашей стране, в Российской Федерации, произошли достаточно серьезные события. Я вот сейчас ехал по дороге на заказ, слушаю радио Би-Би-Си и вдруг передают, что убили Немцова. Ну, у меня к нему отношение неоднозначное, но суть не в этом. В данном случае я хотел бы оставить свой небольшой комментарий. По моим ощущениям, убийца Немцова это некий месседж, который кремлевская власть спустила и дала четко понять однозначно, чтобы ни у кого не осталось никаких двояких чтений и недопониманий о том, что взаимоотношение власти и оппозиции перешло в несколько иную плоскость. Власть четко давала понять, что все, кто желает поиграть в революцию, в оппозицию, претендует на какой-то передел власти, на какие-то там революционные события. С ними уже не будут чикаться и играть в демократию. Похоже, месседж несет четкое понимание, что если ты хочешь играть в революцию, тебя просто убьют. Никто не будет устраивать длительные суды. Как-то происходит там с Навальным или длительные посадки, длительные там терки, как-то было с Ходорковским. Все, точки расставлены, отношения как бы предъявлены. Вот. То есть, выводы из этого делайте сами. Выводы делайте сами. Но, сегодняшнее утро, оно четко как бы разделило политические события до убийства Немцова на события после. И, соответственно, теперь вот в новом ключе и будут строить, скорее всего, отношения кремлевского руководства с оппозицией и кремлевского руководства со своим народом. Вот. Потому что все это как бы переходит на новую ступень. Вот. Я, естественно, сяду по раскину мозгами и сниму более обстоятельную, как бы, анализ вот этой ситуации. Но сейчас просто захотел поделиться своими мыслями. Дай бог, чтобы эта чаша вас миновала. Вот. С другой стороны, те люди, которые планируют уезжать в другие страны, и кто реально ведет оппозиционную деятельность и, соответственно, выступает как активный диссидент, им теперь как бы все карты в руки, не откладывая, паковать чемоданы и как можно скорее эвакуироваться вместе с семьей. Потому что других вариантов у них уже не остается. Хорошего всем дня и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова